Обычно, казалось бы, зима, но аномальная по числу аварий. В этом году они сменяли друг друга с незавидной регулярностью. Заданный темп удивило губернатора Виктора Томенко. Для меня, вы знаете, это первый вот такой полный сезон зимний в Барнауле и в Алтайском крае. Но то, что я увидел, в моей жизни раньше не было. А вы знаете, я и в Норильске прожил 40 лет, и в Красноярске. Глава города Сергей Дугин объяснил причину. Износ сетей, аварий вдвое больше, чем за прошлую зиму. И добавил, инвестиции в ремонт коммунальных сетей растут. Только сибирская генерирующая компания даст больше на миллиард рублей. Мы считаем, что это будет такой прорыв в 2019 году. Я смотрю, в прошлые годы тоже вкладывали большие деньги, но аварийность сохраняется. Но это точно. Или они перекладывали 3 километра капитально, или будут 18. Рост километража ремонта – главная задача. Так, в СГК планируют приложить не 13, а 20 километров сетей. На которых наибольшая аварийность, которые наибольшие старые. Это улицы как раз водопроводные. Малахова, Космонавтов, Лосихинская, Калинина, Исакова, Горно-Алтайская, Трактовая, Попова, Шукшина, Попанинцев, Профинтерна, Ленина. Водоканал отметил, что по их подсчетам количество аварий на уровне среднего. Из статистики выбиваются лишь резонансные порывы на сетях большого диаметра. Но этого раньше не случалось. Гораздо больше проблем возникает на сетях мелких диаметров. Порядка 70% аварий – это именно сети мелких диаметров. И именно их нам нужно перекладывать в первую очередь. И в год нужно менять 30 километров, а по факту – 7. Так что водоканал отдаст на ремонт почти в половину больше запланированного – 274 миллиона. И заключит с городом соглашение, чтобы выйти на инвестиции в 800 миллионов в год. Такая сумма, подчеркнул Масловский, уже может вывести из кризиса. Если бы сегодня вернуться на год назад, и сейчас была бы весна 2018 года, зная, чем закончился этот петельный зимний период, 18-19, мы бы как-то поменяли то, что делали в прошлом летом? Мы угадали все. Или повторяли бы все, что делали? Мы угадали все, кроме запорной арматуры большого диаметра. А значит, диагностику тоже необходимо корректировать. Показатели аварийности можно и нужно снижать. С этим все бесспорно согласились. Как только снег растает, в Барнауле начнут ремонтировать беспокойное коммунальное хозяйство. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости.